Почему люки на дорогах делают круглыми? Если вы будете снимать круг, то он не провалится. Акварат, например, может провалиться. И основная идея, что если вы возьмете круг и зажмете его в шангенциркуль, то диаметр одинаков по всем направлениям. На самом деле бывает еще одна такая фигура, вот треугольник. Треугольник Рилова у вас. Правильный треугольник был, и на остальных сторонах с радиусом равном, на длине стороны вы делаете дуги окружности. И это действительно кривая постоянной ширины. Здесь можно посмотреть. То есть вот две параллельные плоскости, они катятся, и оба касаются все время. И так, например, делают монетки 20 пенсов. В 20-50 пенсов в Великобритании, чтобы это всегда была кривая постоянной ширины, чтобы она, вращаясь в автомате, не застревала. А из этой картинки можно понять, что у круга большая площадь, чем у треугольника Рилова. На самом деле у круга максимальная площадь среди всех фигур. Треугольник Рилова минимальная среди кривых и постоянной ширины. А все остальное посередине, так что на значении экономят монетки. Можно посмотреть вот эту штуку, если поставить камеру напрямую, соединяющую эти концы, чтобы слились. Он чуть пониже. Не-не-не. Попробуй сейчас пониже. Чуть пониже. Собственно, так вот такой же треугольник стоит в Майкопе. Невозможный треугольник. Идея Рутерсварда, которая стала популярной после статей Пенроузов, как делать невозможные фигуры. А у Эшера, который обрабатывал эту идею, есть два знаменитых гравюра про водопад. Одна называется, а вторая называется «лестница в бесконечном». Ну, «лестница», кажется, она просто называется. Да, когда все по одной стороне все время идут вверх и по кругу, а по другой стороне вниз спускаются тоже по кругу. Вот здесь вот можно дальше, если посмотреть, что происходит в цилиндрических зеркалах. В цилиндрических зеркалах, оказывается, возникает отражение, которое имеет связь с математической инверсией. Окружность переводит в прямые. Есть такой замечательный популяризатор Тадаши Токиена. Сейчас он в Америке сидит. Когда мы с ним последний раз виделись, он говорит, «А ты кошку умеешь делать?» Вы объект снимаете. «Кошку умеешь делать?» Я говорю, «Нет». Он говорит, «Ну вот, смотри». Вот тебе кошка. Вот. Ну, давайте продолжим экскурсию. Значит, понятно, что плоскость можно замастить прямоугольниками. Это несложно так понять. А дальше он может деформировать этот прямоугольник, так чтобы выступ там совпадал с совпадиной. Оказывается, можно продеформируйться различными способами. Иногда можно какие-то интересные фигурки находить. Здесь идея примерно такая же, только там не прямоугольник, а здесь замощение шестиугольниками. И они как-то продеформируемы таким образом, что вот можно делать паркеты совершенно в различных видах. Вот мы уже обсуждали, что... Мы уже обсуждали про железную дорогу, что здесь больше радиус, чем нет. И вот такие колеса. Работать не будут цилиндрические. А конические колеса вполне себе... Конические колеса вполне себе работают. Вот это вот потрясающая совершенно идея, которая связана с тем, что изучают в школе, а именно с параболой. Вот здесь вот кривая, которая демонстрирует параболу. И у параболы есть оптическое свойство. Если приходят лучи параллельной оси, то после отражения они все соберутся в фокусе. Здесь вот есть выделенная точка. Фокус в переводе с латыни, это очаг огонь. Собственно говоря, вот из-за этого оптического свойства и было дано Кеплер ввел для конических сечений. Это термин. Если приходит луч параллельной оси, то откуда бы он ни шел, после отражения всегда придет фокус. Ну а чтобы использовать это в трехмерном пространстве, здесь есть ось. надо проворачивать вокруг оси, получится поверхность второго порядка параболоид. И там в школе учат легенду, что Архимед, корабли поджигал с помощью таких вещей. А здесь вот можно проверить, если выровнять два параболоида, сделать их соосными, в фокусе одного зажечь лампочку, то в фокусе другого бумажка сгорается даже на очень большом расстоянии. То есть, в принципе, такое могло бы быть. Палец не ссувать, да? Да, палец не ссувать. Ну, можно вот к шкафу Чебышова дойти. Придумал же. Здесь на самом деле масса красивых вещей. Вот мы там говорили про параболу. Вот здесь вот есть гипербола, которая тоже проходит в школе. И можно придумать вот такую модельку. Дело в том, что гиперболоид, на поверхности гиперболоида, у вас есть два семейства образующих. Вот такого типа. И вот такого типа. Вы берете одну из образующих и вращаете через, собственно говоря, профиль этого устройства. Например, вот задачка, которая... Да вытянут они потом. Вот задачка... У нас здесь 40 фишек и поле, которое полностью охватывает эти фишки. Можно или нельзя сложить еще одну фишку, вложить сюда. Вот оказывается, что тематика позволяет доказать, что можно. И, собственно говоря, это можно проверить, а именно перекладывая. Ну, давайте. А вот плотнее уже нельзя. Да, вот плотнее уже. Вот математика позволяет доказать, что плотнее нельзя. Это на плоскости гексагональная, самая плотная упаковка, которая бывает. Здесь, на самом деле, фишка-фуст. Очень много интересного. Давайте вот эту штуку продемонстрируем. Кельтский камень называется. Вот в одну сторону вполне себе крутится, а в обратную сторону крутится не хочет. Никакого обмана. Все однородное. Внутри просто сидит гномик, и он сразу начинает раскачивать, если не хрустон. Раскачивать лодку. Как это объясняется? О, это интересно. На самом деле. Гномика. В действительности, эта система очень интересная и в точности там вот математики еще не умеют, они только численно умеют описывать это движение. Точно решать оно не получается. Вот. Тут меняется направление импульса за счет распределения масс. Бывают разные реализации. На самом деле бывает там полностью симметричная лодочка, но смещенные массы на концах. Тут просто распределение масс такое. Это совсем детская штука. Леха даже не видел. Ну, мы видим, вписанная окружность. А, понятно. Вот это хотели, да? Ну, давай, да. Ай, извините. Собственно говоря, вот похожая идея, с которой стартовал Чебышев, а именно, вот делая стопоходящую машину, это движение по окружности в движение по прямой перевести. И вот один из его механизмов это вот табурет Чебышева. Вот это очень известный антипролограмм называется Чебышева. Идея в том, что вот эта вот средняя точка двигается почти по прямой. С точки зрения математики не совсем по прямой, но вот механически... Отличная, да? Ну, там зависит все-таки от масштабирования. Но вот механически можно считать, что прямой Чебышев на этом делал паровую машину. Вот делал такой табурет, который хранился в Англии и, к сожалению, сейчас вот утрачен. Но здесь в лаборатории наш мастер восстановил, собственно говоря, идею этого табурета. А меняется высота плоскости? Нет, а как раз основная идея, что плоскость, она параллельно, параллельно полу. Если вы сядете, то вы не заметите себя. Чуть-чуть, на самом деле, не параллельно, но это совсем чуть-чуть. Собственно говоря, ради вот таких идей, чтобы вот точка двигалась как можно более прямо, Чебышев придумал многочлены Чебышева свои наименее подняющиеся от нуля. Книжки хотели? Давайте пробежимся. Про новое раскаление? Подожди, да это неинтересно. Давайте пробежимся, может быть, медленно пройтись вот по этим двум полочкам. Это такая классика. Но здесь слева более детские. Тут вот одни из первых русских в царстве смекалки. Игнатьев, Карденский, математические смекалки. А вот эта классика там... Каких это годов? Ну, это 20-й век. Там какие-то... Чуть-чуть вот до революции. Вот эти вот, они все уже советские. И почитать, вот на хорошем кружке почитать эти книжки полезно любому человеку, который занимается математикой. Здесь вот набор, он такой классический. Есть. Давайте я достану вот эту, которую не видно. Потрясающая совершенно книжка Гугл Штенгауза «Математический калейдоскоп». Сегодня вот говорили про вытягивание носов. Здесь это тоже есть. Связано с гаммой, там и много еще взаимосвязей. Потрясающая совершенно фраза, Леха, которую я тебе подарю. Штенгауз в предисловии пишет «Прогулка по зоологическому саду не зоология в учебном смысле слова. Однако мне кажется, что нужно сначала заинтересоваться животными, а потом уже заниматься их классификацией анатомии. Сад открыт для всех, в том числе и для тех, кто смотрит на животных только для развлечения. Поэтому не беда, если кто-нибудь скажет, что мои картинки не математика. Кто их пересмотрит сначала до конца, тот, может быть, подметит то общее, что их объединяет. А это и есть математика. Классно. Не, люди писать умели. И слушай, вот эта книжка, вот первое издание на русском, 49-й год. Жрать было нечего в стране, а народ выпускал, причем офигенно выпускал книжки по математике, одна из таких классических. Но вот на самом деле еще одна книжка «Что такое математика?» Курант Робинс тоже рассказывает о том, вообще математика, это о чем, для тех, кто хочет понять. Еще в действительности вот менее известная, но такого для инженерного подготовки, очень классная книжка, которая была издана в Академии наук в 50-х годах, «Математика. Ее содержание, методы и значения». Здесь уже чуть более сложен, может быть, для школьников, но опять же, почитать вполне можно, а там для студентов представить о том, что такое математика, вот эта книжка очень хорошо поможет. «А моего деда у тебя нет книги, да? Трехтомный, Гурьер?» Нету. «Высшая математика, часть 1, 2 и 3». Ну, а вот здесь вот книжки Матейски, которые, собственно, сканированы и лежат на сайте. На самом деле, вот просмотреть их очень интересно. И опять же, вот тут вот историческая физика, кто захочет, залезть на сайте, посмотрит. Почти на каждой странице есть гравюра, потрясающая совершенно гравюра. Где... Это какие-то старинные, да? Это вот 1904-1925 год. Издатель Сума. То есть... Вот. А здесь представлены два журнала. Математических. Не только математических, там и физиков бывает. Но, кстати, можешь отдельно с Дориченко записать про Клантик. Потому что журнал потрясающе совершенно оформлен. Здесь есть задачи. Конкурс. Публикуются задачи. Дети пишут. В журнал. Редакция отвечает детям. Он говорит. И потом в каком-то номере публикуется. «Мой старший сын выписывал с самого детства, с самого первого класса постоянно Квантик читал. Так что мы, наверное, как-нибудь к Сергею Александровичу зайдем. Да, нам к Сергею Александровичу зайти. Да. Ну, есть там журнал «Квант», который классический, вот 50 лет на будущий год будет основать Калмогоровки Коэн. Про всякую математику и физику. На самом деле, вот идея кванта, да, была, что это будет математические журналы. Это очень важно вот в этом соединении. Это хорош? А это шифровальная машина? Нет, это арифмометр. Это просто первые компьютеры, счетное устройство. Можно было выставить число, нужное количество раз покрутить ручку, это было умножение на это число. Вот, можно было складывать, вычитать, там, умножать и не бояться ошибиться. Собственно, они позволяли какие-то элементарные ошибки избежать при большом счете. А вот это вот потрясающее устройство, называется это планиметр, основанное на очень интересной математике. Идея в том, что вы можете обвести, например, контур озера, а планиметр покажет вам его площадь. Вот интегрирование. Да, но это тема отдельного большого разговора. Красное Знамя, это что? Красное Знамя, это не сюда. Не на Алехин канал. Не, я могу. Да я шучу. Мы все ядно, я сейчас прошел. Ну, вот такая небольшая экскурсия по лабораторию популяризации математики. Супер. Опа. Довольно близко. Еще раз. Попробуем еще разок. Еще лучше. Отклонения совсем уж небольшие. А что, если мы на бок ее немножко поставим? Ну-ка. Ага. Что-то похожее, но сдвинутое влево. Ничего себе. Во. Во. У Dunkel. АААА АААА ГОЛИТХ ААААААА В ДВЕКИЛА